Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 953-го дня войны четверга 3 октября. Главные темы. Новый генсек НАТО приехал в Киев. ПАСЕ приняла резолюции о голодоморе украинских пленных и беженцах. Экс-госсекретарь США считает, что ограничение дальности ударов Украины по России – это глупость. Владимир Путин выразил желание ввести так называемые разговоры о важном прямо с детского сада. Начинаем с обстрелов. Россия утверждает, что Украина совершила попытку обстрелять Курскую атомную электростанцию. Киев это отрицает. Лояльные к Кремлю российские телеграм-каналы заявили, что украинские дроны пытались атаковать Курскую АЭС. И по данным одного из этих каналов МЭШ, в атаке кроме беспилотников также участвовали четыре ракеты «Хаймарс». Все они были сбиты. Сведения с российской стороны противоречивы. Например, губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении одного беспилотника в районе города Курчатов со взрывами в хозяйственной постройке, не имеющей, по его словам, отношения к Курской атомной электростанции. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко атаку Киева на Курскую АЭС отрицает. Он заявил, что никто не бил по АЭС, в этом нет целесообразности. Министерство иностранных дел Украины также сделало заявление о том, что категорически отрицает утверждение российских медиа об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее. Это написал в соцсети X спикер МИД Украины Георгий Тихий. О других атаках Киев, наоборот, заявляет открыто. В частности, в Службе безопасности Украины рассказали агентству Интерфакс Украина, что дронами атаковали военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области, на котором расположены склады с корректируемыми авиационными бомбами. Также генштаб ВСУ сообщил, что украинские ракетные войска поразили российскую радиолокационную станцию «Небо-М» с помощью американских ракет «Атакамс». Ее уничтожение, как говорят в Украине, существенно снижает способность армии России выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели. О месте, где именно была радиолокационная станция «Небо-М», и где она была уничтожена, не сообщается. Россия же, в свою очередь, продолжает бить по гражданским целям в Украине. В ночь на 3 октября российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Столицу Украины атаковали несколько групп беспилотников. Полтора десятка этих дронов были сбиты. И, по словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ни один из российских дронов своей цели не достиг. Россия прошедшей ночью нанесла мощный авиаудар по Харькову. На нынешний момент известно о 12 пострадавших. Авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома. Потом произошел пожар. И травмы разной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка почти 4 лет. Старший пострадавший 73 года. Вот что сказал об этом ударе глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов. Нам известно о нескольких ударах по Харькову управляемыми бомбами. Одна из бомб попала в многоквартирный дом. Это полностью жилой район. Здесь нет ни военных, ни инфраструктурных объектов. И инфраструктурных нет. А вот что рассказывает человек, который был в непосредственной близости от российского удара по Харькову. Был очень сильный взрыв. Соседние микрорайоны просто содрогнулись. Работали все сигнализации. Я посмотрел в окно и увидел поднимающийся дым. И понял, что это дом моей матери. Я побежал через дорогу, с женой мы побежали. И я увидел, что горит квартира моей мамы. Горят машины, выбито все. Российская армия также продолжает массированные обстрелы Херсонской области из разных видов оружия. В результате чего за сутки погибло два человека и восемь получили ранения. В ночь на четверг Россия выпустила по Полтавской области десятки шахедов. Воздушная тревога в регионе длилась более десяти часов. Повреждены коммерческие и хозяйственные постройки. Вследствие российской атаки дронами грузовика-газовоза в Харьковском районе Черниговской области в четверг днем погибли три человека, в том числе ребенок. И еще четыре человека ранены. Из них двое детей в возрасте 13 и 4 лет. В Донецкой области российские военные бьют по жилым домам на территории, которые контролирует Украина, а еще прицельно атакуют украинских спасателей, которые приходят на помощь жертвам обстрелов и бомбежек. Наши коллеги из настоящего времени поговорили с одной из бригад спасателей в районе Покровска, прямо на месте такого удара. Там были погибшие и раненые, люди, которые скорбели по родственникам. Среди всего этого наши коллеги говорили со спасателем Вячеславом Поспеловым. В настоящее время обстрелы со стороны российских оккупантов по городу Покровску и прилегающим территориям, включая села Покровского района, происходят почти каждый день. Целятся по жилым домам, обычным жилым помещениям, административным зданиям. Для российских захватчиков, которые пришли на нашу землю, нет разницы – военные или гражданские объекты. Они стреляют, убивают, калечат. Неделю назад при ликвидации пожара погиб наш побратим, наш коллега Артем. Они выехали на тушение сухой травы на открытой местности, но произошел повторный обстрел, из-за которого, к большому сожалению, Артем погиб. Украина постоянно противостоит российским атакам с воздуха и очень надеется на более активную помощь и поддержку партнеров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении накануне. Прошлой ночью российская армия вновь атаковала Украину шахедами. В частности, зафиксировано попадание в Одесской области, в Измаильском районе, недалеко от румынской границы. Шахеды были нацелены на обычную гражданскую инфраструктуру. Паромный терминал, грузовые автомобили, зернохранилище. Именно это российские террористы всегда воспринимают как цель продовольственную безопасность региона и мира. Украина уже давно говорит всем своим соседям, всем своим крупным партнерам, что нам необходимо сотрудничать, нам нужно сбивать шахеды, сбивать ракеты вместе. Особенно в районах, близких странам НАТО. Это абсолютно возможно. Каждый раз на Ближнем Востоке, во время жестоких ударов Ирана, мы видим, как действует международная коалиция. Зеленский также сегодня высказался об отходе украинской армии из Углидара. Он сказал, цитирую, «это наши люди, это граждане Украины, и поэтому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя». Конец цитаты. Зеленский сказал это на совместной пресс-конференции с Марком Рютте, бывшим премьер-министром Нидерландов, и новым генсеком НАТО, который приехал в Киев практически сразу после вступления в должность генерального секретаря Альянса. Рютте, общаясь с Зеленским, еще раз подтвердил, что решимость НАТО помогать Украине остается твердой. Это моя пятая поездка в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Вместе мы посетили Одессу, Харьков и, конечно же, провели множество встреч здесь, в Киеве. Но это мой первый визит в качестве генсекретаря НАТО, и для меня было важно приехать в Украину в начале моего мандата. Чтобы ясно дать понять вам, народу Украины, и всем, кто наблюдает, что НАТО на стороне Украины, для меня, нового генерального секретаря НАТО, приоритет и честь продолжать оказывать эту поддержку, работая с вами для того, чтобы Украина одержала победу. Владимир, я уже говорил это раньше, повторю снова, ваше неустанное лидерство вдохновляет меня и всех нас. Решимость ваших вооруженных сил и решимость украинского народа напоминает нам о том, насколько цена свобода, и насколько важно сделать все возможное, чтобы ее защитить. Господин президент, дорогой Владимир, НАТО на стороне Украины, для вашей и нашей безопасности. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Международные организации выступают на стороне Украины и принимают исторические решения, в частности, сегодня Парламентская Ассамблея Совета Европы, сессия которой проходит в Страсбурге, своей резолюцией признала Голодомор 1932-1933 годов прошлого века в Украине геноцидом украинского народа. Член делегации Соединенного Королевства в Ассамблее лорд Ричард Кин, представляя доклад о Голодоморе, заявил о том, что Россия сейчас также осуществляет фактический геноцид украинского народа. С февраля 2022 года Украина вновь сталкивается с угрозой геноцида. Заявления, сделанные на самом высоком уровне в России, отрицали само право украинского народа на существование как независимой нации. Российская армия применяет жестокие методы в агрессивной войне против Украины. Например, атаки на больницы, школы, жилые дома, торговые центры, объекты электроснабжения и водоснабжения. Все это, а также действия назначенных России незаконных властей на временно оккупированных украинских территориях, свидетельствует об их намерениях. И это включает принудительный призыв украинцев в российскую армию, индоктринацию, антиукраинскую пропаганду в школах. Все это доказывает, что данные заявления далеко не пустые угрозы. Преследование украинской политической и культурной элиты незаконными оккупационными властями и систематическое уничтожение культурного наследия Украины демонстрирует стремление российских оккупантов разрушить украинскую государственность настолько, насколько это возможно, и везде, где это возможно. Депортация десятков тысяч украинских детей также является элементом этого геноцида. Накануне ПАССЕ приняла другую резолюцию, касающуюся Украины, о пропавших без вести военнопленных и гражданских в плену в результате агрессии Российской Федерации. В этом документе подчеркивается необходимость привлечения виновных к ответственности за нарушение международного гуманитарного и правозащитного права. Документ призывает все государства-члены Совета Европы применять универсальную юрисдикцию для расследования и преследования предполагаемых преступлений. Ну и глава украинской делегации в ПАССЕ Мария Мезенцева призвала коллег работать над привлечением российских нарушителей прав человека к ответственности и также начать работать над воплощением в жизнь механизмов компенсации за агрессию. Я напомню, что Совет Европы уже открыл так называемый реестр ущерба и Мария Мезенцева призвала коллег сделать так, чтобы он начал работать. В этой резолюции мы призываем, чтобы наши силы, ООН, Международного комитета Красного Креста, каждого государства-члена Совета Европы и государств-наблюдателей объединились для возможного расширенного механизма привлечения виновных к ответственности, выдачи международных ордеров на их арест, введения против них санкций. Это касается всех, кто совершает пытки, планирует их и отдает приказы совершать их в отношении гражданских лиц и военнопленных. Кстати, только вчера 16 украинских военнопленных в Донецкой области были убиты российскими военными, и это было снято на видео. Конечно же, эта дезинформация будет использована Российской Федерацией. Хочу также отметить, коллеги, что эти усилия не являются исчерпывающими. Мы уже начали, благодаря вашей помощи и смелому посланию, работать над механизмом компенсации. Когда мы говорим о таких аморальных действиях и массовых военных преступлениях, эти семьи, родственники и те, кто пережил плен, должны получить репарации. Мы призываем и полностью поддерживаем усилия Комитета министров, Генерального секретаря, всех нас и наших государств-членов в скорейшем создании механизма компенсации. Реестр уже существует. Нам нужно двигаться дальше, коллеги. Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Украина продолжает получать западную помощь. В частности, в страну наконец-то прибыл зенитно-ракетный комплекс «Патриот», который согласилась ранее передать Румынию. Однако сложности с поставками западного оружия Киеву очень серьезные, и чтобы переломить ход боевых действий, такого оружия в ближайшее время точно не хватит. Об этом говорит в своем комментарии для «Голос Америки» военный обозреватель независимого издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Он подчеркивает, что лидирующая роль США в поставках вооружения Украине сохраняется, но при этом и этого вооружения может быть недостаточно. Администрация Байдина поставила себе возможность продолжать поставки, вероятно, до конца своих полномочий. То есть до конца календарного года поставки будут продолжаться. Это необходимо для того, чтобы продолжать оборону. Мы видели, как украинская армия при замораживании поставок имеет большие проблемы, но понятно, что этого недостаточно для того, чтобы переломить ход войны сейчас и немедленно. Для этого требуются какие-то дополнительные усилия. Могут ли они быть связаны с планом победы, который Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне? Сложно сказать, мы не знаем всех подробностей, но при сохранении нынешней динамики вряд ли ситуация принципиально изменится. Дмитрий Кузнец. В то же время на Западе все громче раздаются голоса о том, что Украине необходимо разрешить совершение глубоких ударов по российской территории западным оружием. Вчера к хору таких голосов присоединился Майк Помпео, в прошлом глава Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США и, собственно, один из ближайших соратников экс-президента США Дональда Трампа. Выступая на встрече 2 октября в одном из аналитических центров в Лондоне, Помпео отверг предположение, что применение Украины дальнобойного оружия было бы эскалацией войны. Он заявил, что это не создало бы дополнительных рисков. Процитирую Помпео. «Политика наложенных ограничений стала вредной. Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы разделения мне кажется, с военной точки зрения жалкой и со стратегической точки зрения глупой». Ну, надо сказать, что это очень серьезные заявления, учитывая то, что бывший начальник Помпео Дональд Трамп делает противоположные заявления об опасности Третьей мировой войны. В заключении нашего выпуска о том, что Россия настраивается на максимальную продолжительность войны с Украиной и пытается индоктринировать детей, начиная с самого юного возраста, можно сказать, детсадовского. Владимир Путин сегодня заявил, что поддерживает введение так называемых разговоров о важном для детей дошкольного возраста. Я напомню, что эти разговоры очень похожи на политинформации советских времен в школах с установками, как нужно правильно понимать политику властей. К президенту во время разговора с финалистами конкурса «Учитель года» обратилась одна из финалисток с предложением ввести разговоры о важном в дошкольные учреждения для детей с пяти лет. Путин на это ответил, у нас есть такие выражения «впитал с молоком матери» или «усвоил с молодых ногтей». Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Базовые ценности аккуратно, доступно. Для такого возраста надо, конечно, доводить. Я вас, безусловно, поддерживаю. Это правильная и очень нужная работа», – сказал Путин. Ну что ж, ждем политинформаторов в российских детских садах, ну а мы со своей стороны будем продолжать, уважаемые радиослушатели, вас не индоктренировать, а рассказывать, как обстоят дела. В том числе продолжим мы это делать и с помощью наших коллег и друзей из медиа, которая называется «Эхо», которому сегодня исполняется два года. «Эхо» запустили бывшие сотрудники радиостанции, известнейшей радиостанции «Эхо» Москвы, после того, как эту радиостанцию закрыли российские власти. Многие из них очень известные журналисты, ведущие, и они продолжают делать свою работу для людей, говорящих на русском языке по всему миру, сохраняя объективность, предоставляя самым разным сторонам право голоса. Мы поздравляем наших дорогих коллег с «Эхо» и уверены в том, что новая жизнь заслуженного медиа продлится долго и будет успешной. На этом сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Русской службы Голоса Америки. Украина. Самое важное» закончен. У микрофона был Данила Гальпирович. Также этот выпуск готовил звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки» и на уже упомянутом канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.